Почему дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. На работу в театр все попадают по-разному. У одних родители аксёры, другие приходят из различных творческих объединений. Александр Пашутин на театральной подмостке попал прямиком из Воронежского Суворовского военного училища. И почти сразу он начал участвовать в массовках на сцене. Я так хотел быть артистом. Я приехал в родную Москву, поступил в студию при театре Станиславского. В этой студии были такие замечательные актёры, ныне известные, Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Лиза Никищихина. Замечательная была студия. После этого я поступил в школу-студию при Московском художественном академическом театре. В 1964 году Александр поступил в школу-студию МХАТ имени Горького. Как признаётся сам артист, он учился у поистине великих педагогов. Павла Массальского, Всеволошиловского. Там же впервые взял в руки гитару. Это сейчас мы приходим, флешка, флешку поставил, оркестр, тебе играют. А это были 60-е годы, флешек не было. Была гитара. Я купил себе гитару, это было модно. И Коля Караченцев, мой дорогой Коленька, Коля меня учил играть на гитаре. Слова, первые слова. Вот за меня невеста отрыдает честно, Володя Высоцкого. Он учил на гитаре. Потом приходил Володя Высоцкий. Володя показывал мне тоже какие-то аккорды. Вот они были, учили меня играть на гитаре. Впервые на большом экране Александр дебютировал в 1970 году в фильме Петра Додоровского «Городской романс». Сегодня за плечами актёра уже более 200 картин. И несмотря на солидный возраст, актёр продолжает принимать предложения по выступлениям и съёмкам. В ближайшее время он планирует сняться в четырёх фильмах. А 9 мая по приглашению администрации президента выступит в Москве на концерте, посвящённом 75-летию со дня Великой Победы.